дорогие рукодельницы рада приветствовать вас на канале олина нитка меня зовут оля и в сегодняшнем видео я хочу показать вам как выполнить итальянский наборный край если вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подписывайтесь давайте начнем я покажу вам два варианта которых выполнен итальянский наборный край это вот у меня изделие такая шапка здесь пух норки и мериносовая шерсть в смеси я соединила две ниточки и вот такой вот наборный край потом я перешла на резинку 2 на 2 вязала 4 ряда полой резинки и вторая шапка вот такая из мериносовой шерсти пряжа та же самая лана гатта и здесь я делала тот же итальянский набор только вязала шесть рядов шесть рядов полой резинки как видим край наборный эластичный очень красиво аккуратно выглядит в общем мне очень нравится он и в резинке один на один и в резинке два на два прекрасно смотрится сначала необходимо выполнить скользящую петлю накладываем ниточку и вот так вот формируем петлю все и первую петельку мы сделали это у нас будет изнаночная петля надеваем вот таким образом позиция пальцев пистолетик и теперь набирать мы будем лицевые и изнаночные петли чтобы набрать лицевую петлю необходимо спицу ввести под нить которая расположена на большом пальце а затем ввести под нить которая расположена на указательном пальце и вот так вывели это лицевая петля чтобы связать изнаночную петлю набрать необходимо наоборот ввести спицу под нить которая расположена на указательном пальце а затем под нить которая находится на большом пальце вот так получилась изнаночная петля и так еще раз лицевая заводим под большой под указательный изнаночная под указательный под большой можно повторять себе сокращенную инструкцию до лицевая петля большой указательный изнаночная указательный большой мы начинали с вами вязать с изнаночной петли мы сделали узелок и закончим тоже изнаночная петля и так провяжу еще одну лицевую наберу и изнаночную вот таким вот обычным способом проверила чтобы у меня все петельки располагались ровно чтобы они не перекручивались вот так разворачиваю и начинаю вязать первый ряд первую петлю я снимаю это у меня кромочная петля здесь будет изнаночную петельку провязываю а лицевую снимаю оставляя нить за работой но снимаю вот таким образом заходя сзади вот смотрите я вхожу вот в эту заднюю стеночку вот так вот да сзади вот на себя спицу двигаю вот так сняла изнаночную провязывая а лицевую снимаю движением сзади так лицевую снимаю изнаночную провязываю лицевую снимаю оставляя нить за работой изнаночную провязываю лицевую снимаю так до конца ряда изнаночная и здесь кромочная можно ее вязать лицевой или изнаночной в общем как хотите я провяжу лицевой вот так у нас с вами получилось разворачиваем вязание и вяжем второй ряд точно так же как 1 первую петельку кромочную снимаю дальше мне идет лицевая петля лицевые петли мы будем снимать оставляя нить за работой а изнаночную будем провязывать лицевую снимаем изнаночную провязываем лицевую сняли изнаночную провязываем лицевую снимаем вот точно так же движением до заходя спицы вот так сзади и кромочная петля здесь я буду провязывать ее изнаночной провязали вот так у нас должно получиться в итоге разворачиваю вязание и вяжу третий ряд кромочную снимаю здесь у меня идет изнаночная петля вот видим снятая да она ниточка вот поверх значит изнаночную я буду провязывать а лицевую снимать оставляя нить за работой и в этом ряду у меня последняя петля кромочная лицевая поворачиваю вязание четвертый ряд все то же самое здесь у меня лицевая поэтому я ее сразу снимаю а затем изнаночную провязываю лицевую снимаю изнаночную провязываю лицевую снимаю и кромочная здесь у меня изнаночная вот так у нас в итоге получается дальше если мы выбрали с вами резинку один на один то просто переходим на вязание резинки один на один то есть продолжаем вязать резинку то без снятия уже петель а просто резиночку вяжем вот так же рекомендую брать спицы несколько меньше хотя бы на один размер меньше когда мы вяжем вот делаем итальянский набор и вяжем несколько рядов полой резинки полую резинку можно вязать от 4 до 6 рядов смотрите как вам нравится экспериментируйте свяжите два образца посмотрите какой вариант вам нравится больше а сейчас я покажу как перейти вот с этой резинки один на один на резинку 2 на 2 разворачиваем вязание предположим что мне нужно будет дальше вязать резинкой 2 на 2 в этом случае смотрите я провязываю петли вот здесь у меня идет изнаночная петля ну пускай это будет начало значит я дальше вяжу лицевую петлю а дальше у меня должна идти лицевая петля а затем 2 изнаночных значит я должна эти две петли вот так поменять местами захожу сзади отсюда вытаскиваю из этой петли и переодеваю ее на спицу то есть они у меня будут переодеты уже в другом порядке и провязываю эту петлю лицевой а вот это у меня пойдет изнаночная следующая мне изнаночная я также ее провязываю затем у меня идет лицевая а за ней должна идти также лицевая петля но у меня изнаночная поэтому я правой спицы захожу в эти две петли снимаю их левой спицы захожу вот в эту первую вот так вытаскиваю спицу переодеваю вот так спереди надеваю ее снова на левую спицу и провязываю в новом порядке одну вот у меня теперь 2 лицевые подряд идут дальше 2 изнаночные у меня идут лицевая и все делаю то же самое меняю местами вот так 2 изнаночных лицевая здесь провяжу изнаночную уже потому что это у меня конец ряда и лицевой вот так вот я перешла на резинку 2 на 2 дальше продолжаю вязать 2 лицевые 2 изнаночные на этого у меня все если вам было мое видео полезно ставьте пожалуйста пальчик вверх подписывайтесь на мой канал пишите комментарии а я желаю вам хорошего настроения солнышко и до новых встреч на моем канале всем пока